И тут я могу вам прорекламировать статью, которая вышла несколько месяцев назад, это ребята, которые, ну они в разных местах работали, сейчас они все в гугле, называется Unreadable Effectiveness of Data. Это такая более-менее философская статья, и я буквально скажу пару слов, что они в этой статье говорят. Идея в том, что некоторые вещи в нашем мире, они очень хорошо моделируются красивой математикой, например, физика, химия, астрономия, физики, очень какой-нибудь сложный процесс. А взял уравнение Ньютона, и почти все работает. Так вот, прекрасно. Но есть области науки, области нашей жизни, для которых вот эта красивая математика не работает. Психология, например, или даже экономика, или генетика. То есть, вот, например, в экономике, совсем недавно люди поняли, что на самом деле, то есть, классическая экономика, это была вся построена на математическом моделировании, там, алгоритм Minimax и так далее. А потом, вот совсем недавно, люди вдруг сообразили, что моделировать человека как объективного, идеального оптимизатора совершенно неправильно. Потому что, как оказалось, что мы не действуем оптимально, как в экономике. И из-за этого вообще все беды и происходят. Например, вот этот кризис. И тут, и вдруг экономика вообще встала на уши, потому что оказалось, что все их модели, они на самом деле неверны. Что надо что-то делать другое. И это другое, оно на самом деле, на него красивой математики нету, потому что оно завязано все на психологии. Вот. И для тех областей, где красивая математика и работает, вот как раз тут-то и очень много можно извлечь именно что из данных. То есть, когда высокая энтропия, когда очень мало можно сказать про то, как эту энтропию объяснить, может быть легче всего просто запомнить огромное количество информации и просто ее вот так там сидеть и держать. А уж потом, когда понадобится какую-то задачу решить конкретную, то можно пойти на ваш жесткий диск, найти все то, что может быть можно использовать, и уже решать эту задачу вот в этом конкретном случае. И именно это, как пример, действительно, для которых это очень хорошо работает, это спич-рекогнишн и автоматический перевод, языковой перевод. Это вот две области, которые вот буквально за последние пять лет, да, они абсолютно не работали пять лет назад. И сейчас они, ну, работают, ну, почти, то есть, почти идеально. Это самое распроизвание голоса, просто оно потрясающе хорошо работает. В Америке, например, можно позвонить и заказать билеты полностью автоматически. И почему это произошло? Это произошло только из-за того, что этим алгоритмам, наконец, дали достаточное количество данных. То есть, алгоритмы абсолютно те же самые. Единственная разница в том, что они вдруг получили достаточное количество данных, чтобы смоделировать всю ту сложность, там, между, разница между тем, как разные люди говорят, разница в акцентах и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо.